Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, приветствую всех, кто заглянул на мой канал. В данном видео хочу предложить вашему вниманию терроскоп для всех знаков зодиака на период с 25 февраля по 3 марта 2019 года. Работать я сегодня буду на двух колодах, основная это у нас будет Тороний Фритари и на Ленорман, классический Ленорман. Так, ну приступим. Хочу напомнить, что расклад является общим, он не может проиграться для каждого из вас, поэтому когда вы мне пишите там бредятельно и не проигрывается, просто возобнимите это как развлекательный контент. Значит на этой неделе для вас расклад не проиграется, либо может не проиграться в принципе так, например я не являюсь вашим практиком. Сопоставляйте пожалуйста еще расклады по асценгенту и смотрите по какому знаку у вас наиболее точно проигрываются прогнозы. Раскладывать с вами будем по принципу позитив недели, негатив недели, совет от карт и на Ленорман выложим с вами неожиданность данного периода. Итак, с вами традиционно мы начинаем с Овнов. Карта выходит сама, что ж, давайте мы ее выложим и протрактуем связки с остальными арканами. Итак, позитив недели, негатив недели, совет от карт. Так, на позитив недели, как вы видите, здесь у вас падает перевернутый король кубков, почему на позитив? Тут понимаете, вот связки с перевернутой башней, не знаю для кого актуально, но тем не менее. Это знаете, как закончатся какие-то переживания из-за ремонта, из-за этого устройства, вот подходит к окончанию какой-то цикл, наконец-то вот этот весь негатив вы здесь можете выплеснуть. То есть завершаются какие-то вот работы, связанные с вопросами недвижимости, то есть либо ремонт, либо обустройство, покупка мебели, либо у кого-то наконец-то могут завершиться выплаты, связанные с недвижимостью, либо раздел имущества. Потому что вот видите, как по 20-му аркану суд, он у вас здесь падает в позитиве, именно семейные вопросы, все, что касается жилья, недвижимости и прочего. Хорошо, относительно негатива, здесь у вас как раз видите, падает перевернутая четверка кубков, сейчас мы с вами сразу посмотрим, о чем здесь идет речь. Так, здесь идет какая-то ситуация разочарования, объясню почему. Это знаете, как ложка дегтя в бочке меда, проиграться в большинстве для тех, у кого есть свой бизнес, так как идет какая-то внезапная проверка от налоговой, либо проверка по наводке. Если рассматривать связку этих арканов с позиции личной жизни, то это знаете, как узнать о ситуации обмана, еще может проиграться так. Если относительно с позиции здоровья, ну, ситуация обострения хронических заболеваний. В плане финансов, то здесь нет непредвиденной траты. На позитив, если трактовать ситуацию личной жизни, если все-таки привязываться к данной ситуации, то какие-то выяснения взаимоотношений в семье, которые, знаете, как очищающий конфликт, которые выведут отношения в новое русло. Относительно совета, как вы видите, здесь у вас падает перевернутая девятка жезлов, это убрать все барьеры, все преграды, открыться навстречу новым возможностям. Если была ситуация какая-то конфликтная, то проговорить все нюансы, все, что вас здесь беспокоило, скажем так, открыть карты. И тогда у вас ситуация, разрешение каких-либо проблем пойдет значительно легче. Давайте с вами посмотрим на неожиданность данного периода, о чем у вас здесь будет идти речь. Вы видите ситуацию преодоления препятствий. Гора, букет и карта солнца. Наконец-то трудности завершились, началась светлая полоса в вашей жизни. Потому что с чем она у вас здесь была связана? По аркану книга. Ну все, что связано с оформлением, переоформлением документов, подписанием каких-то трудовых договоров и так далее. Если у кого-то здесь были моменты неразрешенной тайны взаимоотношений, то прояснение ситуации, возможность расставить точки ноги и сделать для себя какие-то выводы. Поэтому нера для вас здесь является ровной, не переломной. Будете в большинстве своем все-таки решать вопросы, именно связанные с жилищем. Хорошо? Давайте будем смотреть с вами для тельцов. Что же здесь у тельцов будет на этой неделе? Итак, позитив недели, негатив недели и совета карт. Так, на позитив недели. Ну какой-то бег по кругу, какие-то нерешенные задачи, которые вам нужно доработать, либо проработать. С чего они посредственно у вас будут связаны? Давайте с вами посмотрим. Так, ну вы понимаете, по связке карт в первую очередь идет решение каких-то финансовых проблем. То есть завершение долговых выплат, погашение кредитов, каких-то имущественных займов. Либо вам вернут долг, тот длительный период, который они могли отдать. Либо вы вернете долг. То есть здесь больше идут вопросы имущественного характера. Дальше, если смотреть в целом на связку карт, то что здесь может быть? Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, и как следствие какой-то курс лечения, который может облегчить вашу ситуацию. Если относительно личной жизни, то знаете, как бег по кругу в отношениях с королевой Пентаклей. Но женщина, простите, земной стихии, это телец, дева или козерог. Почему? Это убрать какие-то препятствия, либо барьеры в отношениях, либо в общении. Перевернутая десятка жезлов. Хорошо, относительно негатива. Ожидание. Чего вы тут будете ждать? Давайте смотреть. Вот понимаете, по связке Аркана, в первую очередь, здесь для кого-то идут решения каких-то судебных вопросов. Судебных вопросов, которые для вас очень значимы, какие-то, может быть, для вас, знаете, как неправдивые иски. И вот, знаете, по связке этих Арканов это будете решаться. То есть, либо какие-то отложенные заседания, либо перенесенные заседания, потому что здесь еще не поставлена окончательная точка, как многовариантность выбора. Но, тем не менее, в отдаленной перспективе, смотрите, если вопрос у вас здесь все-таки на этой неделе будет каким-то образом затронут судебными тяжбами, то на вашей стороне не будет победы. Сможете выйти смело победителем из данной ситуации. Что здесь может быть еще? Наконец-то, это, знаете, у кого-то могут устаканиться сердечные перипетии, потому что по перевернутой тройке мечей в связке с справедливостью у кого-то могли бы пройти разрывы отношений, либо бракоразводные процессы, которые, по сути, у вас уже не тревожат, потому что у вас здесь появились новые перспективы. Единственное, почему они вам падают в негативе по шестерке жезла, так как это все-таки у нас карта расстояния, это какие-то вот поездки, либо отношения на расстоянии, поэтому вас это тяготит. Хорошо, относительно совета, как мы видим, здесь у вас падает... Так, прошу прощения, еще секунду. Это у нас будет Паш Пентакль, у нас здесь с вами перевернутый. Но, знаете, вот в плане совета, вот потребительское отношение к кому-то. Возможно, на этой неделе вам пришло время поменять свое мировоззрение, и не то, что не помогать людям на этой неделе, а позволить себе немножко потребительски относиться к другим лицам. Так, давайте мы с вами посмотрим на неожиданность данной недели, о чем здесь идет речь. Так, ну для многих здесь будут эти какие-то позитивные перемены в плане бизнеса и работы, появление новых партнеров, компаньонов, развитие вашего дела, решение каких-то застойных проблем. Особенно, как я сказала, если вот здесь у кого-то идут вопросы, связанные с судебными решениями, то однозначно ситуация разрешится в вашу пользу. Причем неожиданно для вас. Если смотреть в целом по связке арканов, неделя для вас не является значимой. Как видите, она здесь проходящая, ровная, не несет вам каких-либо кардинальных перемен. Но на самом деле это и к лучшему. Так, переходим с вами к близнецам. Позитив недели, негатив недели и совет от карты. Так, на позитив недели. Ну, замечательный аркан, потому что, смотрите, десятка пентаклей. Карта прибыли, карта дохода, ситуация трудоустройства в крупном корпорации, карта семьи, семейных ценностей, семейных обязательств, решение вопросов семейного характера. У кого-то может быть ситуация пополнения семьи, у кого-то в целом ситуация создания семьи. То есть неделя сама по себе для вас очень значима. Единственное, что вот здесь по связке карт, вот видите, перевернута умеренность и перевернутый суд, то вот здесь кто-то был в ссоре и будут какие-то попытки восстановления семьи, потому что вот тут была однозначная у вас ситуация развала. И теперь на повестке дня у вас стоит вопрос сохранения взаимоотношений. Относительно негатива. Так, давайте посмотрим, что у вас здесь конкретно. Относительно негатива. Вот видите, то, что вы переживаете из-за разрыва связи. Тут в первую очередь почему-то идут отношения, потому что вот башня, перевернутая, как видите, простите, девятка жезлов, перевернутая десятка кубков. Это как невозможность достичь какого-то компромисса. Особенно если у кого-то здесь была ситуация бракоразводного процесса, то это, знаете, когда вы не могли договориться по поводу долюшки имущества. И вот по связке здесь этих карт в негативе, то есть будут возникать еще эти перипетии. Но дело в том, что у вас в позитиве, все-таки вы сможете найти какие-то меры, скажем так, воздействия друг на друга и прийти к какому-то ключевому решению. Относительно совета у вас здесь, как вы видите, падает король кубков. То есть действуйте открыто, действуйте эмоционально, то есть будьте мудрее, идите первым либо первой навстречу, либо воспользуйтесь советом опытного человека, психолога, консультанта, либо просто специалиста по тем иным вопросам для разрешения вашей ситуации. Особенно если это вас касается вопрос именно личной жизни, как пережить какой-то кризисный период и так далее, однозначно вам эта помощь будет крайне нужна. Хорошо, давайте с вами перепроверим относительно неожиданности недели, о чем у нас здесь с вами будет идти речь. Ну, ситуация, вот видите, обмана в отношениях, из-за которого произошел разрыв. Это то, что вас здесь будет тяготеть. Если на текущий момент отношений у вас нет, это может быть разрыв взаимоотношений с друзьями, либо в целом с близкими людьми. Это, знаете, какие-то перипетивы. Именно с близкими людьми в плане семьи, то есть ваши родственники, мама, сестра, тетя и так далее. Потому что здесь вот по связке карт уйдет какое-то неоправданное ожидание. Медведи, карта, звезды, вы надеялись здесь на какую-то поддержку, силу, а в итоге по факту получили, как, знаете, как предательство, какой-то нож. Так, вот такая для вас входит неделя. Смотрите, на неделя для вас значимая, потому что что здесь старший аркан, а что здесь у вас присутствует старший аркан. То есть не наделайте ошибок, подходите ко всему здраво, взвешивайте все за и против. И как бы, знаете, как вам не хотелось, все равно постарайтесь пойти навстречу вашему компоненту, да, или вашим недоброжелателям. Почему? Потому что на этой неделе это вам только сыграет на руку, сыграет в плюс. Хорошо, переходим с вами к ракам. Так, раки, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, смотрите, на позитив недели у вас здесь падает старший аркан правосудия. Ну, во-первых, в плане позитива решение всех судебных исков, каких-то судебных инстанций, либо вопросов на все, что связано с какими-то коммунальными предприятиями, налоговыми, проверками и так далее. То есть здесь для вас однозначная ситуация будет плюс. Если это касаемо личных взаимоотношений, то карта говорит о том, что относитесь к другим так, как они относятся к вам. То есть действуйте по справедливости. Либо, знаете, это как по принципу закона Лумеранга вашим обидчикам воздастся. Хорошо, давайте посмотрим, что здесь. Ну, смотрите, здесь вот однозначно вот по связке карт, это как по королеве жезлов желание развиваться профессионально. Если у вас здесь был какой-то вот момент попытки трудоустройства, то здесь может быть трудоустройство нелегальное. То есть зарплата в конверте. Но для вас это плюс, это вас, скажем, не задевает и не ранит, потому что вам нравятся здесь условия труда либо оклад, который вы будете получать. Почему нелегально? Ну, вот в связке с перевернутой шестеркой жезлов. Хорошо, относительно негатива. Как мы видим, перевернутая королева Пентакли. Так. Ну, здесь смотрите, в первую очередь здесь будут касаться вопросов взаимоотношений, потому что как вы здесь можете видеть, особенно те, кто находится в паре, неважно, в браке вы, либо вы просто проживаете, либо встречаетесь. Это, знаете, по связке данных карт, как не ощущать себя самодостаточно. В первую очередь здесь это играется для женщин, потому что имеется давление со стороны партнера. И как следствие вечные споры, выяснение взаимоотношений, то есть то, что на вас давит тяжким грузом. Если не привязываться к вопросу личных взаимоотношений, то, например, работа, которая, скажем так, еще не дает своих финансовых плодов, либо есть вопросы конкуренции. Вы, допустим, пока не можете отстоять свои права, не то, что в плане трудоустройства, но то есть еще боретесь за какие-то моменты в плане должностных инструкций с руководством. И вам навязывают здесь ряд ограничений, которые вам не подходят. Хорошо, относительно совета, пустите ситуацию все на самотек, не пытайтесь каким-то образом преломить судьбу, либо кардинально что-то изменить. Скажем так, ваш путеводитель по жизни, ваш ангел-хранитель сам вас вырулит в нужное время, в нужное место, к нужным людям. Относительно неожиданности данного периода, давайте с вами просмотрим. Здесь однозначно, вот видите, ситуация выбора. Выбора в плане обучения для кого-то, либо в плане выбора работы. Причем желание строится официально, но тем не менее приходится выбирать. Либо, как говорится, официальная работа, но с низкой заработной платой, либо неофициально, но с хорошим источником дохода, то есть хорошая прибыль у вас здесь будет. Поэтому это знайте, как стоять на перепуте и принимать для вас значимое, либо знаковое решение. Вот такая неделя будет у нас у раков. Хорошо, давайте с вами перейдем к ольвятам. Что же у вас здесь будет на этой неделе? Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Так, давайте просмотрим. На позитив недели старший аркан маг. Ну, что могу вам сказать? Сам себе хозяин или хозяйка. Все под контролем, все под должным управлением. Вы знаете точно, чего хотите от жизни, от ситуации. Ну и, соответственно, развиваетесь в том смысле, которое вам необходимо, либо в той сфере, которая наиболее значима для вас на данный момент. А именно, что у нас здесь будет в связке арканов? Это, знаете, как попытки каким-то образом преодолеть, в первую очередь, здесь перипетии, либо в вопросах личной жизни, либо в вопросах финансов. То, что вас здесь будет тяготить. Либо каких-то вот долговых выплат, которые вам долгое время не давали покоя. По личной жизни здесь перевязывать не буду, потому что, ну, единственное, что если смотрит здесь мужчина, то для вас это может быть, наконец-то, знаете, как законченное отношение с вашей бывшей пассией. То есть поставить в ней какую-то окончательную точку. Хорошо. Есть ли с позиции позитива, ой, простите, негатива недели. Ну, по связке арканов здесь однозначно как неоправданные траты. Ну, то есть, вот как вам правильно объяснить. Шестерка пентаклей, шестерка жезлов перевернутая, двойка пентаклей перевернутая. Это, допустим, когда вы вложились в какую-то поездку, билеты, поездка сорвалась, деньги вы, соответственно, вернуть не успели. Вот, знаете, либо траты связаны с автомобилем, ну, то есть, замена каких-то технических частей, обслуживания, либо, знаете, ну, вот какой-то ремонт вами не запланированный. Поэтому здесь какая-то тупиковая ситуация, когда возникают неожиданные траты либо из-за вашего транспортного средства, либо просто из-за ситуации перемещения. Когда вы вложились финансово, поездка по ряду причин отменяется. Ну, и с позиции совета, ну, карта, во-первых, отношений, идти на компромисс, договариваться, налаживать связи. Если вы не решились, либо не решались, помириться, либо кому-то подойти, познакомиться, либо был какой-то напряженный период в общении, вот сейчас самое время все исправить. Если кто на текущий момент свободен, то вот самое период, знаете, как, ну, поискать себе вторую половину. То есть на этой неделе у вас благоприятное время для знакомств. Хорошо, давайте с вами посмотрим относительно неожиданности данного периода. что у вас здесь может быть? Ох! Обман в любви, да еще, понимаете, либо вы сейчас на расстоянии ситуации разделения, либо у кого-то здесь может быть еще формат служебного романа. Служебного романа это еще, знаете, когда кто-то тайно за кем-то наблюдает и не может признаться в чувства вот под этой по связке карты. Потому что, вот знаете, либо боитесь социальной огласки, либо социального осуждения, либо понимаете, что возможен только формат свободных отношений, а для вас это неприемлемо. Так, ну вот такой расклад у нас вышел для львят. Переходим с вами к девам. Итак, переходим к девам. Что же будет дев ожидать на этой неделе? Позитив недели, негатив недели и совет от карты. Так, на позитив недели у нас падают какие-то эмоциональные встряски. Давайте будем смотреть, что же здесь такое. Так, пустая карта идет хорошо. Так, здесь кто-то для себя узнает какие-то почему в позитиве падает? Смотрите, либо прояснить ситуацию любовного треугольника, либо заведомо войти в статус любовницы в этот треугольник. То есть, ну каким-то образом вам это будет на руку. Отыгрывается здесь ситуация больше для женщин. Если же здесь смотрит мужчина, то прояснение ситуации в любовном треугольнике будет делать какой-то значимый выбор. Так, если относительно негатива, что у вас здесь падает? Вот видите, как говорится, необходимый выбор. Вот четверка кубков, ситуация стагнации, депрессии, двойка кубков и перевернутая у нас четверка жезла здесь идет. Как вы видите, ситуация подорванной семейной жизни и попытки теперь восстанавливать отношения в семье. Это то, что здесь идет. Хорошо, если мы с вами не будем в целом привязываться к ситуации взаимоотношений, то что здесь может быть? Если относительно работы, это знаете, несмотря на то, что для вас это будет болезненно, но уйти с какой-то ненавистной работы либо предприятия, либо не заниматься какими-то неплодотворными объектами, в негативе у вас здесь падает, знаете, как, хоть и ситуация какого-то депрессии и отчаяния, но тем не менее поддержка со стороны близких. То есть вас здесь поймут и поддержат. Хорошо, в плане совета действовать с позиции своего собственного эгоизма, потому что здесь нужно отстаивать собственные интересы, не смотреть на кого-то, отстаивать именно свои приоритеты, и тогда у вас будет все получаться. Давайте посмотрим относительно неожиданностей данного периода, о чем здесь идет речь. Вот видите, переживания касаемо личных отношений, причем отношений, которые у вас были данные. Вот якорь, сердце, карта тучи. Ситуация конфликта, ситуация разрыва отношений. Если относительно работы, вот у всех ее, это знаете, как конфликты на работе, которые могут вас поставить перед ситуацией выбора, либо увольнения. Так, что вот такая неделя у нас будет с вами у Дев. Переходим к весам. Что весов ожидает на этой неделе? Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели ситуация борьбы, либо борьбы с оппонентами, либо внутренней борьбы с самой собой, с самим собой. Ситуация острая конкуренция на работе, либо в вопросах бизнеса, или же отношений. Давайте смотреть, почему в плюс. Потому что, если у кого-то здесь были длительные какие-то тупиковые судебные тяжбы относительно бракоразводных процессов и так далее, наконец-то они здесь завершатся, вы сможете выйти из этой ситуации двойственности. Потому что, вот здесь, знаете, как резкое отсечение. Если вопросы не касаются личной жизни и взаимоотношений, то конфликтная напряженная обстановка на предприятии, выяснение взаимоотношений, или же у кого-то серьезные финансовые траты связаны с поездками и перемещением на заработки. Относительно негатива, что у вас здесь идет. Так, то, что предстоит серьезные траты у многих в большей степени, это, знаете, как на диагностику либо обследование. Здесь четко идут вопросы здоровья, прояснение ситуации, то есть какие-то анализы, УЗИ и прочее. Ну, просто по финансовым планам будут это бить. Что еще здесь может быть? Ну, вот ситуация, прояснение какой-то тайны, которая вас явно не порадует. Особенно это касается вопросов финансов. То есть, либо был какой-то обман в деньгах, либо еще была какая-то ситуация связана с деньгами, где с вами поступили не совсем по ректному образом. Хорошо, но относительно совета и перейдем все близко к сердцу, каковой бы ситуация ни была, даже если что-то произошло плохое, действуйте по принципу обидно, досадно, но ладно, потому что ситуацию уже не справить, меняйте просто свое отношение к ситуации. Хорошо, сладе неожиданностей. Предательство со стороны либо коллеги, либо друга, друга, подруги, потому что вот потребительство это близкое отношение и вот по связке карт ситуация обмана. Поэтому здесь четко аспект на лицо, особенно если касается финансовых вопросов, то будьте, пожалуйста, здесь бдительны. Давайте посмотрим с вами скорпионов. Итак, скорпионы. позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, какие-то неоправданные ожидания либо финансовые вложения. Сейчас будем смотреть, что здесь конкретно. Так, смотрите, у скорпионов как отыграться, либо отраты на поездку, либо какие-то длительные инвестиции выплаты связаны с семейными вложениями с семьей. То есть это может быть как и помощь близким, помощь родственникам, так и здесь собственно, допустим, как выплаты за кредит автомобиля, либо за ипотеку. То есть то, что связано с семьей и идет на длительный период, на длительный срок. Хорошо, относительно негатива. относительно негатива, понимаете, с одной стороны, как и ситуация освобождения каких-то долговых обязательств, и вы выходите из состояния жертвы, но вместе с тем, знаете, тяжело расставаться с накопленными финансами. Вот вы как работаете, работаете, да, только отдаёте какие-то выплаты себе, на себя любимого, либо любимой здесь не остаётся. Хорошо, в плане совета старший Арканзвезда, исполнение планов, желаний, долгосрочные перспективы, планы, либо проекты, которые вы здесь будете строить, то сейчас самое удачное время. У кого-то здесь может быть развитие вашего таланта, потенциала, если вы проходите какие-то конкурсы, кастинги, это будет успешным. Если кто-то занимается изучением астрологии, либо планировал в этот период обратиться к астрологу, нумерологу, замечательное совет. Хорошо, давайте с вами посмотрим на неожиданность данного периода, о чём здесь идёт речь. Так, ситуация болезненного выбора, причём, в большей степени это может касаться мужчины. Почему в первую очередь это касается работы и вашей реализации на работе? Потому что хочется, знаете, как по сути уйти в свободное плавание, либо быть непривязанным к месту работы, либо открыть какое-то своё дело. Вот у вас сейчас какой-то, знаете, искать пути выхода, либо пути реализации. Если здесь смотрит женщина, то возможно поставить точку в взаимоотношениях с мужчиной по причине любовного треугольника. Из-за того, что вот здесь был служебный роман и формат свободных отношений, который вам не подходил и вас не устраивал. Так, вот такая у нас неделя будет для скорпионов. Давайте будем смотреть в лицо. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели активные действия, на что они у вас будут направлены. Давайте проверим. Так. На преодолении какой-то тупиковой ситуации финансовые траты, с чем они у вас связаны. Что-то у вас здесь так. Смотрите, здесь какие-то по связке карт в позитиве. Прояснение ситуации, связанных, вот если у кого-то были какие-то необоснованные штрафы, либо там неправильные выплаты коммунальных платежей, либо какие-то судебные иски, вот связанные с финансовыми вопросами, то вы будете заниматься именно этими аспектами ситуации расчетов, перерасчетов, и для вас это будет плюс. Сможете отставить свои интересы, то, что касается именно финансовых аспектов. По работе и по личной жизни, но не идет здесь мне информация, здесь только на повестке дня, то, что касается непосредственно там, у кого-то может быть субсидия, у кого-то выплата алиментов, то есть именно финансовые вопросы. А в негативе какие-то серьезные финансовые траты, связанные вот по связке шестерка кубков перевернута и связаны с другими картами, либо какие-то совместные семейные поездки, либо семейное торжество, которое потребует от вас много времени, финансовых затрат и временных затрат. Ну, нельзя назвать это в негативе, просто либо будете переживать, готовиться, ну, и как следствие, да, чтобы все прошло хорошо, все прошло успешно. Но по связке арканов идет именно так. Ну, из позиции совета у вас здесь падает перевернутый паж мучей, сбор информации, слежка, доводы, в первую очередь это касается вот этих вот ваших финансовых аспектов и вопросов. Еще что здесь может быть, например, если у вас там какая-то и вам ничего не должен. Так, ну, и на неожиданность недели. Ну, однозначно карта праздника, каких-то семейных торжеств, букет, лилии, солнце, прекрасное времяпрепровождение, отдых, отпуск, атмосферно радости, каких-то позитивных эмоций. То есть, понимаете, когда вот жизнь у вас бьет ключом. Поэтому, если кто-то был в ссоре, ситуация примирения, реализация ваших талантов или возможностей и вот эти вот тяжелые вопросы, которые перед вами они тоже для вас будут реализованы. Поэтому, ну, для стрельчат неделя здесь крайне позитивна. Давайте с вами посмотрим, что тут у нас происходит у Козерога. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Так, ну, на позитив недели солнце. Сейчас. Ох, ну, прям какие-то у вас тут судьбоносные перемены, связанные с преодолением трудностей и преград. В первую очередь, это может касаться как вопросов поездок, переездов, либо ситуации, ну, что касается работы. Кстати, у кого-то еще может быть незапланированный отпуск, либо смена графика отпусков. Может проиграться именно вот так. В плане негатива, что здесь? Так, ну, во-первых, какая-то резко кардинальная перемена плана вашей семьи, материальные вложения, связанные с новыми перспективами, потому что что у нас здесь? Ну, вот, кстати, траты связаны либо с обучением детей, либо инвестированием в семью. Инвестирование в каком плане? С целью реализации ваших амбиций и проектов. Ну, возможно, вы здесь задумаетесь семейный бизнес, будете просчитывать какие инвестиции вам нужны. Если не привязываться к семейному бизнесу, то здесь вам могут, знаете, в коллективе на работе дать какой-то тяжелый проект. Он направлен для вас, у вас не хватает опыта, и вы, знаете, как боитесь здесь облажаться. Так, хорошо, но относительно совета, здесь у вас падает перевернутый император, то есть возьмите все свои руки диктаторского контроля, нужно действовать жестко, безапелляционно, то есть такая вот диктатура-диктатура и безкомпромиссно. То есть если тут касается вопросов рабочих, вы ведете какой-то коллективный труд, то угните свою линию, и тогда у вас получится даже перед нехватки опыта, потому что у вас чуть-чуть хорошо работает. И самое главное, если у вас будет, допустим, на вас кто-то давить, то по перевернутому императору вы будете закрыты от этой ситуации, все равно сможете отстоять свои интересы. Хорошо, давайте с вами посмотрим на неожиданность данного периода. Так, коса, змея, гора. Ну что, здесь однозначно какая-то конфликтная ситуация, которая будет стоять блоком, но это касается скорее всего этих вот рабочих аспектов. Вот видите, да, однозначно то, что вас вызовет какие-то серьезные переживания. Для того, что коса змея это какая-то резкая информация, может быть сплетни, либо может быть несогласие, которая заставит вас повздорить, но тем не менее вот в связке этих карт это как убрать конкурента. То есть для вас все потом закончится мировой, сможете оставить свои интересы в плане работы, хотя конфликция будет очень серьезная, могу сказать сразу, у кого-то даже может быть такая ситуация проманипулировать, написать заявление об увольнении, вот еще так может отыграться для вас. Хорошо, давайте посмотрим дальше, как эта неделя, этот период отыграется для водолея, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, на позитив недели что-то у вас здесь будете приводить в норму свой баланс, нет гармонии, либо будете заниматься самокопанием, либо, сейчас посмотрим, что здесь конкретно, так, попытки преодолеть какие-то финансовые проблемы, либо то, что вам не выплачивают, либо задерживают зарплату, либо попытки выйти из ситуации стагнации именно в финансовом аспекте, когда вы понимаете, что достигли какого-то уже планки потолка и вам нужно расти далее, то есть, либо искать себе, пробивать должность, либо искать новое место работы, потому что вот в связке карт это выйти из какой-то ситуации трясины, потому что вас там приводит в какое-то чувство эмоционального раздраем. В позитиве, в позитиве здесь отыгрывается в большей степени для мужчин, это знаете, как наладить отношения с бывшей любовницей, здесь почему-то женщина как замужняя, прошу прощения, вам она падает любовницей, и как знаете, попытки что-то здесь склеить из осколков, если смотреть здесь женщина, то тоже, знаете, попытки наладить и гармонизировать отношения с вашим любовником, который вы находитесь на текущий момент в ссоре. Если не привязываться в целом к ситуации взаимоотношений, то это какой-то конфликт с папой, либо с подругой, то есть знаете, вот разойтись на ножах из-за ситуации предательства и обмана. Но в плане совета старший аркан влюбленный, все-таки здесь больше идет ситуация по личной жизни, если есть ситуация конфликта, помиритесь, сами будете довольны, вам это будет на руку. Хорошо, давайте посмотрим на неожиданность данного периода, что у вас здесь. Клевер, крест и якорь, это знаете, пройти с достоинством испытания, которое перед вами здесь стоит, потому что то, что вытянуло вас здесь на дно и было тяжелым грузом, это знаете, клевер нивелирует, то есть убрать какие-то тяжелые препятствия на своем пути. Вот такая неделя у нас у водолеев, и переходим с вами к рыбкам. Что же вас, рыбки, рыбулечки, ожидают на этой неделе? Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что-то у вас здесь за ситуацию, застоя, либо прекращение, какая-то ключевая точка. Так, смотрите, могу сказать так, в плане позитива это знаете, как либо сорванная поездка, либо перенесенная поездка. Почему в позитиве? Потому что вам это пойдет во благо. То есть, вот эта поездка, которую, например, планировали, перенесли, либо отложилась она, впоследствии для вас вернутся более позитивным результатом. Потому что сейчас вам, знаете, как дорога закрыта, будете из-за этого переживать и нервничать, но могу вам сказать так, вот тише едешь, дальше будешь. Впоследствии вот эта ситуация однозначно отыграется вам в плюс, потому что здесь по связке арканов это, ну знаете, как вот перевернутая пятерка мечей. Сгладить какие-то конфликты, либо недоразумения, либо обернуть ситуацию в свою пользу. Хорошо, давайте смотреть с вами в плане негатива, что здесь может быть. В плане негатива однозначно вопросы либо алиментов, либо судебных разбирательств, либо вопросы опекунства над детьми. Почему в плане негатива будете переживать, но дело в том, что здесь вопросы решатся вашу пользу. Здесь только идет как с позиции переживаний, но вот видите, ситуация все равно вас будет под контролем. Либо вы, либо, собственно, на ваши представители, там юристы, либо адвокаты смогут отставить ваши интересы. Ну и в плане совета, видите, выйти из состояния жертвы, не быть, вот видите, здесь в подвешенной ситуации. Однозначно, если что-то сейчас не клеится, не плывите против течения, пустите ситуацию на самотек, впоследствии это выйдет вам только на руку. Давайте посмотрим на неожиданность данного периода, что у вас здесь будет. Ну здесь вот видите, как я говорила, сорванная поездка, вот договор какой-то по командировке поездки, который вот у вас не происходит, не состоится. Если относительно отношений, разрыв отношений, уйти в свободное плавание. Что здесь еще? Ну в большей степени это проиграется для женщин. Что здесь еще вот в связке этих карт? Действительно вопрос с дележкой имущества и связанно с опекунством детей. То, что у вас здесь падает на этой неделе. Вот такая неделька вышла для всех знаков зодиака. Отписывайтесь, пожалуйста, в последствии, как она для вас проигралась, либо не проигралась. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Ну а я искренне всех вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!